Горячие сердца, горячая работа. Первая полоса посвящена юбилею одного из самых горячих цехов Северского трубного завода. Трубоброкатному 45. Продолжение темы на страницах 6, 7, 8 и 9. Здесь подробно о вехах становления подразделения, его лица, его 8 производственных участков в цветном фоторепортаже. 16 декабря депутаты утвердили главный финансовый документ Полевского на 2022 год. О приоритетах и компромиссах бюджета читайте на странице 2. 140 подписчиков Рабочей правды стали обладателями подарков к Новому году. Их имена на странице 3. Это не профессия, это веление души. О полевских волонтерах читайте на странице 4. Особым детям особая забота. Это не просто слова, а программа, которая реализуется при поддержке Попятительского совета. Что удалось уже реализовать, читайте на странице 5. На 10-й странице дети трубопрокатчиков показали, каким они видят главного волшебника страны. Если вы до сих пор не написали письмо Дяду Морозу, выбирайте любого и адресуйте ему свое послание. Только до 16 января в Полевском можно посмотреть на личные вещи принцессы Японии. Узнайте больше о самурайских мечах и о традициях страны восходящего солнца. А мы уже разузнали. Рассказываем вам на странице 19. Однажды крыса попала в одну из секций распределительного устройства насосной станции. Она заставила побегать всю дежурную бригаду. Что было дальше, узнаете на странице 22-23. Друзья, а благотворительный проект «Человек года» продолжается. До 25 декабря вы еще можете внести свой вклад. Как это можно сделать? Приобретите благотворительный билет стоимостью от 50 до 500 рублей в редакциях «Рабочие правды» или телекомпании «Одиннадцатый канал», улица Вершинина, 10. Поучаствуйте в сборе средств «Самая малость». Ящики расположены в администрации Полевского городского округа, завода управления, на 1-й и 2-й проходных Северского трубного завода, в зданиях ДКСТЗ, Дворца спорта и Научно-исследовательском центре. Сделайте покупку на благомаркете, средства от которой пойдут на благотворительность. Товары выложены в группе «Рабочие правды» ВКонтакте. Вы еще успеете помочь. Здоровье ребенка не мелочь. Итоги подведем в следующем выпуске «Рабочие правды» 29 декабря.